МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Приятный бонус. Как получить налоговый вычет за спорт? Поэт и гражданин. Выставка о Владимире Маяковском открылась в музее редкой книги. Читаем вслух. Третьеклассники познакомились со сказкой 12 месяцев. Далее расскажем по всем подробно. Программу государственной гарантии бесплатной медицинской помощи продлили до 2025 года, а также расширили, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Она предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи. Увеличиваем число доступных людям видов услуг, расширяем возможности медицинской реабилитации. Теперь она будет проводиться и на дому с представлением пациентов, необходимых для этого медицинских изделий. В программу включены новые направления, среди которых профилактика и лечение больных гепатитом С, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение. Налоговый вычет можно получить с расходов на фитнес. Вернуть можно будет 13% от расходов на спорт на сумму не более 120 тысяч рублей. То есть максимальный размер вычета составит 15 тысяч 600 рублей. Первые такие компенсации россияне смогут получить в этом году по итогам 2022 года. Подробности далее. У Сравчан появилась возможность получить налоговый вычет за занятие спортом. В специальный перечень, который утвердил Минспорт, попали две коммерческие организации – спортивная школа Икара Саров и школа Олимпийского резерва Атом. Причем получить выплаты можно и за себя, и за ребенка. Спортивная школа Икар – это такие услуги, как посещение тренажерного зала, посещение бассейна, занятия по боксу, борьбе, плаванию, занятия в многоцелевом зале, групповые занятия, это и под руководством тренера, индивидуальные занятия, пользование спортивными объектами, которые происходят на платной основе, услуги акваэробики, услуги сайкл-студия. Максимальная сумма трат, с которой можно получить налоговый вычет – 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,5 тысяч рублей. Сбор необходимых документов на получение вычета много времени не займет. Для того, чтобы получить, необходимо обратиться в отдел платных услуг спортивной школы Икар. Можно сначала по телефону 99366, и специалисты подскажут, либо обратиться непосредственно с документами, то есть с предъявлением финансовых документов, то есть чек, либо абонемент. Мы предоставляем договор, на основании этого договора обратиться в налоговую инспекцию и получить за данные услуги налоговый вычет и 13%. Получить вычет сможет любой гражданин Российской Федерации, который платит НДФЛ. Налоговые вычеты не могут применять физлицы, у которых, в принципе, отсутствует облагаемый доход, например, безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Традиционные крещенские купания в Сарове будут организованы на пруду Боровом с 22 часов 18 января до 3 утра 19 января, сообщает Департамент городского хозяйства. В это время на месте купания будут дежурить спасатели и медики, а также работать пункты переодевания и обогрева. Предварительно специалисты исследуют дно водоема, а также проведут анализ воды на соответствие микробиологическим показателям. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Родители теперь могут зарегистрировать ребенка по месту жительства онлайн через портал Госуслуг. Прописать ребенка можно только по месту жительства одного из родителей, который направит заявление. При этом, чтобы оформить его, потребуются паспорта обоих родителей и свидетельства о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней. По желанию, бумажный вариант можно получить в ведомстве. Более 20 пьяных водителей задержали в новогодние праздники благодаря звонкам нижегородцев на телефон 112, сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Всего на номер за праздничные дни нижегородцы оставили порядка 80 сообщений, а за минувший год 2740 сообщений о нетрезвых водителях. По результатам проверок было задержано 659 человек, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этом году весь читающий мир отметит 130-летие со дня рождения выдающегося русского поэта Владимира Маяковского. Его имя носит библиотека нашего города. К этой знаменательной дате музей книги подготовил книжно-иллюстративную выставку поэт и гражданин, где собраны литературы из коллекции редкого фонда, посвященные его биографии и творчеству эпохи. При имени Владимира Маяковского сразу вспоминаются его чеканные, полные эпатажи пафоса и смелости стихотворения. Поэт – один из самых ярких представителей авангардного искусства и ключевая фигура советской литературы. Помимо поэзии, Маяковский проявил себя как драматург, киносценарист, режиссер, актер, художник, редактор журналов. Все творчество Владимира Владимировича было устремлено в будущее, поэтому и сейчас его произведения понятны и актуальны. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения поэта. К этой знаменательной дате музей книги, библиотеки имени Маяковского подготовил книжно-иллюстративную выставку «Поэт и гражданин». На выставке представлены книги из различных отделов библиотеки, дореволюционные издания 20-30-х годов, книги периода Великой Отечественной войны, книги с автографами, современные издания, миниатюрные, малоформатные издания. Особенное место на выставке занимает полное собрание сочинений Владимира Маяковского, которое вышло в период с 1934 по 1938 годы под наблюдением и редакцией Лилии Брик, музыпоэта, которая была главной хранительницей архивов Маяковского, его рукописей и черновиков. Под ее редакцией выходил каждый том, и она выступила инициатором размещения на передней крышке каждого тома монограммы ВМ. Эту монограмму, этот графический символ она придумала еще в начале знакомства с Владимиром Маяковским и украсила этой монограммой обручальное кольцо, которое подарил Владимиру Маяковскому. Всего в полном собрании сочинений поэта 13 томов. Также на выставке библиотеки представлены книга сочинений в одном томе Владимира Маяковского 1941 года и необычное издание поэмы «Флейта позвоночник». В эту книгу впервые вошло в Аксимеле воспроизведение поэмы 1916 года издания, а также рукописный вариант, который создан совместно Владимиром Маяковским и Лилией Брик в 1919 году. Книжно-иллюстративную выставку «Поэт и гражданин» можно посетить в музее книги в течение года в часы работы библиотеки Маяковского. Справки по телефону 9-94-25 для лиц старше 6 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все 12 месяцев разом. Эту словацкую сказку в обработке Самуила Маршака знает практически каждый ребенок. А у тех, кто не знал, была возможность познакомиться с этим произведением во Дворце детского творчества на проекте «Читаем слух». Сказку-пьесу «12 месяцев» Самуил Маршак написал 80 лет назад. В основу легла словацкая сказка о девочке, которую мачеха выгнала на мороз, искать подснежники. Девушка понимала, что ей грозит гибель, но отправилась на поиски цветов в стужу. Сказку о добре и зле, жадности, трудолюбии и умении прощать обиды прочитали третьеклассники городских школ во время очередной встречи проекта «Читаем слух». Понравилось, что добро победило зло. И то, что мачеха больше не будет натруждать падчерицу. А кто из героев больше понравился? Больше понравился январь месяц, потому что он был строгим. В этой сказке мне больше понравились падчерица и март, потому что он веселый, озорной. Мне понравились больше месяцы все. Они кто-то добрый, кто-то молодой, кто-то старый и очень мудрый. Падчерица была доброй, а 12 месяцев могли помочь людям, но не всем. А нам помогали? Помогали они только тем, кто уважает других людей. Дворец детского творчества уже 6 лет реализует проект «Читаем слух» для школьников города. Но впервые взрослую планку чтецов опустили до третьего класса. В феврале и марте ежегодно младшие школьники могут выступать вместе с родителями. Но никогда раньше они не выходили к микрофону в одиночку. Читали великолепно. Мне очень понравилось. И как читали, и как слушали. Большие молодцы. Третьи классы показали, что они вполне с текстами работают уже профессионально. Не тушуются перед микрофонами. Им нравится выступать публично. И это эксперимент, я считаю, удачным, поэтому продолжать будем. Следующая встреча проекта пройдет 18 января. Одиннадцатиклассники прочитают вслух Аллы и Пуруса. Повесть «Феерию» Александра Грина о непоколебимой вере и всепобеждающей возвышенной мечте. О том, что каждый может сделать для близкого чуда. Екатерина Пёнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Пушкинка приглашает горожан отметить Старый Новый год. Для своих читателей 14 января библиотека подготовила насыщенную программу. Подробности далее. Два года в Пушкинке успешно реализуют проект «Семейные субботы». Для читателей сотрудники библиотеки организуют яркие, интересные тематические программы. На протяжении всего дня библиотека превращается в арт-пространство, в котором дети и взрослые находят занятия по душе. В эту субботу Пушкинка приглашает всех желающих отметить Старый Новый год. В 12 часов у нас будет проводиться необычное видеопутешествие по замечательному новогоднему фильму «Близзард». Это история об девочке, которая мечтала и хотела научиться кататься на коньках. И ее необычном волшебном друге Близзарте. Это как раз один из оленей Санта-Клауса. В 14.00 гости библиотеки ждут на проект «Читаем вслух», который стартовал здесь летом прошлого года. Читать и обсуждать будут удивительную книгу Екатерины Бипчук «Снежный лис». В течение дня в каждом отделе библиотеки будут проходить мастер-классы, а в отделе искусства – арт-викторина «Зимушка-зима», в которой участников познакомят с художниками, которые изображали зимние забавы. В отделе детства в зале первооткрывателей будут проходить святочные гадания. Точнее, мы поговорим как раз о святочных гаданиях, которые проходили на Руси от Рождества до Крещения. Ну и проведем шуточные гадания такие. Также в этот день наградят сертификатами участников онлайн-челленджа «Маска. Мы тебя знаем» без возрастных ограничений. Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону 9 17 34. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Темный и светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 12 по 15 января там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый дониковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с диагелей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Доник 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют. То вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектар. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мед по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя. И попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового меда за тысячу двести рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи. А три килограмма липового стоят всего тысячу восемьсот рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 12 по 15 января с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА